Добрый день! Доброе время суток, уважаемые родители! Мы возвращаемся к теме цитомигаловируса, потому что возникли вопросы и по многочисленным вопросам наших родителей, наших слушателей, зрителей. Мы возвращаемся к этой теме буквально ненадолго, отвечая на вопросы. Вопрос сводится к теме, что же делать, если произошло рождение такого ребенка с последствиями цитомигаловирусной инфекции. На самом деле, препараты противовирусные, препараты, стимулирующие иммунитет, в данном случае, мягко говоря, абсолютно бесполезны. Если не сказать больше, что вредны, здесь, к сожалению... А может быть и сказать больше, что вредны, потому что достаточно модно. Да, да. Тенденция, и надо, люди говорят, вот у ребенка там повышенная вирусная загруженность, и еще принципы, и надо интерфероном или еще чем-то... Значит, не надо. Сразу отвечаю, потому что, ну, во-первых, это ни к чему не приведет, во-вторых, это просто приведет к разрушению иммунитета, потому что извне иммунитет как бы не добавляется. Его можно вырабатывать только определенными программами, определенными, скажем, веществами натуральными, поддерживающими иммунитет самого ребенка, скажем, те же витамины, те же дленные травы, которые могут стимулировать иммунитет самого ребенка. Не добавлять извне, а работать на сам организм, заставлять сам организм больше воспринимать себя как ответную реакцию противостояния вирусу и другим микробам, с которым организм сталкивается. В данном случае, к сожалению, еще раз повторю, что лечение чисто симптоматическое. То есть, если мы имеем клинику детского церебрального паралича, вызванного вот с этим мегаловирусом, то, как говорится, смотри и слушай ту программу, те методики, о которых мы говорили. Если это повреждение слуха, зрения или других каких-то нарушений, то лечение проводится вот в этих структур, и как бы сам вирус, борьба с самим вирусом, она уже бессмысленна. С ним уже ничего не сделаешь, и все усилия надо направить на то, чтобы попытаться как-то восстановить организм от последствий. Поэтому я основной момент в предыдущей нашей лекции говорил о том, что нужно предупреждать развитие цитомегаловирусной инфекции, выявлять как можно раньше и стараться предупредить о развитии патологии, рождении ребенка с патологией. Мы пытаемся усилиями нашего центра, наших специалистов, помочь родителям бороться с последствиями, но, к сожалению, борьба на ранних стадиях и все меры, которые родители могут использовать, это в руках самих родителей. Так что, пожалуйста, будьте к этому внимательны и берегите себя. Мы забыли сказать о самом главном. Что нужно делать для того, чтобы ребенок, да и взрослые были сильнее? Это физические упражнения, закалка, вводные процедуры, в том числе контрастная душа, режим сна, питание и так далее. Да, но это мы говорили, вот когда говорили о программе лечения детей с детским церебральным параличом, и давали комплекс в программе этого. Кроме того, вторая часть лекции, посвященная постковидному синдрому, как раз она и была посвящена оздоровлению такому детей. И еще я дополню Давида, один очень важный момент, который как-то уходит на второй план, это погода в доме так называемая, то есть это эмоциональное стояние в семье, то есть это покой, это максимальный праздник, это тишина, уют, хорошее настроение, это взаимоотношения в семье, что на самом деле очень важно, потому что психологическое здоровье ребенка, это там же, на той же ступени с физическим его развитием, это эмоциональное развитие, эмоциональный покой ребенка, ну, скажем, краеугольный камень его здоровья. Поэтому вот на это тоже надо обращать внимание, ну, как основа хорошего состояния и хорошего иммунитета у ваших детей. Поэтому берегите себя, берегите свою семью и душевного вам покоя, несмотря на наше тяжелое время, тем не менее берегите себя, берегите своих детей. До следующих встреч в нашей студии.